Смотри топ-контент на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся. Осталось 10 секунд. Всем привет, друзья. Всем вам доброго времени суток. Мы с вами продолжаем следить за третьим мейджором этого сезона. Dream League Major, так он называется, проходит в Стокгольме прямо сейчас. У нас, друзья, напоминаю, групповая стадия. И здесь, раз вы оказались на этом канале, должны знать, что мы с вами просматриваем группу A. Группу A с участием таких команд, как Secret, Liquid, JStorm и King Gaming. Напомню, результаты вчерашних матчей. Secret вчера переиграли команду King со счетом 2-0. То же самое сделали Liquid с командой JStorm, собственно. И у нас определились ребятам, собственно, две команды, которые играют сейчас за топ-1 группы. Потом будут ребята играть за топ-4. Ну и потом победители, проигравшие первой пары, встретятся с победителями второй пары. Это будет уже решающий матч, десайдер матч, так называемый, за второй и третий слот в группе. Соответственно, там уже будет определен пассив. Вот такие краткие итоги. Те, кто вчера смотрели, успели в рамках четырех параллельных стримов увидеть там парочку матчей. Должны знать, что было. Собственно, те, кто не успели, могли посмотреть в повторе на ютубе. Ну а, собственно, сегодня мы открываем день здесь с матчем Secret Liquid в формате Best of 3. Еще раз напомню, что победитель этого Best of 3 займет первое место в группе. И будет иметь лучший посев в верхней сетке плей-оффа третьего мейджора этого сезона. Ну и как вчера, здесь для вас будет комментировать студия RUHUB в лице меня. Меня зовут Адекват. И со мной на связи Дмитрий Марталес. Дим, привет. Привет, привет. Здравствуйте, зрители. Ну ты все правильно отметил. У нас классные матчи на старте. Победители четырех пар пройдут сразу в верхнюю сетку. А известно, кто на кого выходит? А на B или А на C? Не могу точно тебе сказать. Можно, конечно, оценить по результатам по другим мейджорам, как оно было. По-моему, там А на C выходили. Но в любом случае, никому из этих команд наверняка не хочется играть с условными PSG LGD, либо с Virtus.pro. По-моему, на группу D, A точно не выходят. Но вот Virtus.pro и PSG LGD. Явно, если бы здесь не хочется играть с самого начала. Давай так вот, смотри. Кула-Лумпур мейджор А на B выходила. Угу. В Chuncin мейджоре B выходила на C. То есть А на D. Так. Да, да, да. Ладно. Ну, в таком случае, наверное, любая из победителя этой пары, да, любая команда хотела бы, наверное, на группу D в большей степени попасть. EG лихорадит немного в любом случае. Vichy Gaming непонятно. Там очень тоже параллельно интереснейший матч будет. Но у нас фавориты. Скорее всего, поражение не станет критичным для них. Потому что переиграть еще раз J-Storm или King Gaming в состоянии те и другие, и причем одной левой. Вчера у нас получилась абсолютно предсказуемая группа, абсолютно предсказуемый старт турнира, где, как правильно, многие отмечали, два часа на четыре карты. Так и бы замарно. То есть настолько все просто. Фавориты просто пошли и вынесли вперед ногами своих соперников. Да и правильно сделали. Разогнались, размялись немного. Посмотрим, будут ли прямо сейчас команды показывать свои лучшие стратегии. Нужен ли им так сильно этот посев. Наверное, Liquid он нужен в первую очередь. Потому что Secret уже на International. Они уже выигрывали мейджор. Liquid этого еще не делали. Им хочется в полном составе сейчас показать, на что они способны. Я думаю, они как минимум будут играть на максимум. Будут ли Secret играть на максимум? Ну, поглядим, посмотрим на драфты. Потому что, зная Пупея, можно предположить, что он попробует какие-то новые вещи, которые мы, опять же, вчера наблюдали в первой карте, например, с интересными героями. Но пока начинается стандартно. Пока начинается Лешрака, которого Secret пикают уже безотказно на протяжении последних нескольких месяцев. Хороший персонаж, умеют им обращаться. Это действительно так. Стоит также еще подметить, друзья, что конкретно в этом сезоне команда Liquid у Secret ни разу не выигрывала. Трижды ребята встречались на отборах. К мейджорам. Трижды Secret их переигрывали. Собственно, один раз встретили на самом мейджоре. Но Чун Цинни как раз-таки на прошлом мейджоре и там, с учетом 2-0, Secret также переиграли соперника. Liquid за этот сезон выиграли всего одну карту команды Secret. Вот такая статистика. Да, в прошлом сезоне и даже там, оканчивая прошлый сезон International, Liquid были сильнее. Liquid и на T8, мы помним, тоже переиграли команду Secret и вырвались в топ-4. Но конкретно в этом сезоне к уроке его кампании победить Пупея просто не получается. Это, конечно, очень важный, очень принципиальный матч. Я уверен, что Liquid будут стараться, но и Пупей тоже не захочет проигрывать. Поэтому да, действительно, все внимание на драфтов. Давайте включаться в игру. Давайте смотреть, каких героев подберут у нас. Ну, наверное, одни из самых лучших капитанов Доты в целом в мире. По-другому их и не назвать. Лишак на ФП. Ответ от Liquid это Elder Titan и Necrophos. Капитаны, которые еще и вместе очень долго играли в одно время. Думаю, многие об этом помнят. И они прекрасно друг друга знают. Они хорошие друзья. И я думаю, им приятно друг против друга играть, чему-то учиться друг у друга. Ну и вот команды, судя по драфтам, пытаются и забрать героев соперника, и набрать то, чем играли вчера одновременно. Elder Titan был у Liquid? Был. Абадон был у тех и у других. А Некор был, в свою очередь, у Secret. Liquid его решили забрать. Возможно, прочитали в какой-то степени сейчас Пупея, потому что Пупей наверняка снова хотел с удовольствием сыграть своим Абадоном, а Necrophos бы взял себе попозже, как вчера. Но вот таким образом Liquid поступили. Мне кажется, параллельно никто этих героев вообще не пикал в группах. Мы вчера это пытались... Пока я там в паузах смотрел, не наблюдал подобного. Да, вчера мы пытались выяснить, как раз-таки на параллельных играх были ли эти Абадоны. По-моему, опять-таки, тоже не было. Некор был у NAP? Да. Нет, я прошу прощения, Некор все-таки появляется. Некор, да, Абадон. Появляется на... А вот Абадон... Осталось 5 секунд. На Абадона, по-моему, не было. Абадона не вижу. Абадона не вижу ни в одной паре. Ну вот да, получается, что Liquid и Secret это вот те команды, эти капитаны Пупе и Куроки, которые, в общем-то, знают силу в этом персонаже и, собственно, практикуют. Ну вот даже на первой стадии, да, и, собственно, Пупей вот забрал себе этого героя. Вчера действительно получилось переиграть команду Кин с этим Абадоном. Почему нет, сейвер, пятая позиция, собственно, если что-то происходит, он постоянно делает ТП, накидывает Койл, хилит своего тиммейта, накидывает Афотик Шилл в первую очередь, конечно. Ну и, собственно, пробить соперника, которого хилит Абадон, очень тяжело. Ну, то есть, если вас будет фокусить, Абадон накидывает на своего тиммейта, получается, щиты, хилочку и, собственно, сейвит очень круто. Ну и его самого убить тоже сложно. То есть, бывают такие ситуации, при которых у вас очень слабые пятерки, если на них накидываешься, их быстро убиваешь. Ну, там, например, там тот же Оракл, да, тратит какие-то сейвы на своих кор-героев, сам он достаточно такой уязвимый персонаж. Ну, любых так пятерок можно убивать, чуть-чуть быстро, а не тонкие. Абадон не из такого числа, Абадон тот персонаж, который может и впитать, и протанковать по случаю. То есть, ну, герой, в общем-то, с своими плюсами, ну, естественно, с своими недостатками. Да, и этого Абадона и хочется, с одной стороны, в драке убивать, потому что он слишком много импакта вносит, он постоянно сейвит, хилит, и коры будут жить дольше. Но ты не можешь это сделать физически. Если ты отвлекаешься на него, то он просто переживет все это дело, начиная с шестого уровня, и параллельно вас будут избивать как раз-таки вражеские коры. И приходится драки свои проводить каким-то образом, ну, извращаться, так скажем, в файтах, потому что стандартно к пику с Абадоном не подойти. Очень неудобный персонаж. Все так, смотрим за второй стадией банов. Видим мы здесь, что убрали Оракла от Волдеваура минус Пугна. Пока вроде бы все ясно, избавляется достаточно метовых героев в центр, естественно. Да, ну вот сочетание пока у Ликвид, кстати, тоже неплохое получилось все-таки. Вот мы говорили про возможности и про плюсы героя Абадон. Вот если посмотреть то, что у Ликвид, это Титан и Некрофос. Титан за счет своего Natural Order будет, собственно, понижать сопротивление к магии Некрофос. Тот персонаж, который магии выдает очень много, и за счет этого очень силен. Плюс, опять-таки, если герой отправляется куда-то там в центр, допустим, да, и будет играть там на нем, ну там, Матумба Мэн условно, то, собственно, будет покупка, наверное, быстрого Вейла, усиление магического прокаста. Все это суммарно в драке будет очень круто смотреться в сочетании. Минус Морфлинг последним баном. Ну и вторую стадию драфтов открывает у нас команда Ликвид. Что дальше? Титан на пятерке это окей. Некрофос, ну, скорее всего, кор-персонаж. Пока не ясно на какую позицию. Либо это Керри, либо это центр. Можно пока разобраться с четвертой позицией. Ну, иногда, если добирают еще одну пятерку, то Титан становится четверкой. Такое тоже практикуется. То есть, например, там, ну, не знаю, условный Джокиру. Если зайдет, Джокиру станет пятеркой, Титан будет четверкой. То есть, такое тоже можно рассмотреть. Ну и третий пик Ликвид. Непонятно, пока на чем планируется играть Миракл. Очень разносторонний товарищ. Вот героев Матумба, одного из его сигнатурных героев убрали. Это Вайпер. Мало того, что он метовый, так еще и Матумба на нем отыгрывал, даже когда этот герой в мете не присутствовал. Пока же Undying для Team Liquid. Ну, это та самая ситуация, да, при которой взяли пятерку Undying, и Титан превращается в персонажа четвертой позиции. Ну, два крепких таких силовика будут стоять, будут, собственно, охранять своих кор-героев. Неплохо при этом и зонят сами, да. Главное, хорошие линии проставить. Почему нет? Почему нет? Том Стоун пока особо героя не пробивает. Там Абадон, конечно, под щитом может ворваться, попытаться убить Том Стоун, но делает это, естественно, не очень быстро. Если мы говорим уже о каких-то сражениях, да, каких-то драках либо 5 на 5, либо 4 на 4. То есть Том Стоун это пока проблема. Опять-таки, много хила, много лечения у команды Liquid. И Некрос воздает Деспольса, и Сол Рипа, и Тандаинга. С другой стороны, есть Абадон с хилами. Опять-таки, очень важно в этой игре будет покупать той и другой команды какие-то веселы. Не давать сопернику регениться. Так, ну и секрет. Вот предугадать пики секретов и ликвидов зачастую просто нереально. Они могут полностью отойти от меты, они могут играть и меты, они по-разному могут абсолютно. Вот Макака появляется. Ну хорошо, герои для Мидвана и Ниши может тоже исполнить на Манки Кинге. Пока условно отправим им к Макаку в центр. Будем от этого отталкиваться. Четвертый пик от ликвид. Это дефолт для Сикрет. Манки Кинг один из самых часто появляющихся героев у этой команды. Прекрасно они с ним исполняют. По-моему и на четверке я обзор играл на Манки Кинге, если я ничего не путаю. Бывало. Ебзор у нас в чем вчера? На Энигме скатал? На паке скатал. На паке четверки классную игру показал тоже. Ебзор на не самых таких метовых четверках исполняет. От этого, конечно. Его херо пол, он невероятно мешает. Ну вот ликвиды решили все-таки такую, приевшуюся немного в этом патче фантомку собрать. Ну почему нет? Герой все еще остается сильным. Герой внезапно минусует любого персонажа в драке. Делает это за некоторые мгновения, что не успеваешь заметить. Ну опять-таки под Титана, да, под уменьшение белого армора фантомка тоже хорошо заходит. Опять же, хила много, сейва много. Почему нет? Почему нет фантомка? Так фантомка пусть будет. Ну и Сикрет с ней играют. Опять же, возможно, ликвиды попробовали своровать ее. Ниша очень часто на этом герое выступает. Неприятный пик у ликвид. Это правда. Знаешь, что тут есть какие-то особенности такие? То есть фантомки тяжеловато против раскачанного лешака. Если лешак на четверке, то скорее всего при артефакте, там с каким-то юлом, быстро его не убьешь. На абаддона ты нападаешь, абаддона включается ультимейт. Макака там потенциально, то есть в Уконг-команд, в ней фантомки драться не очень приятно. Плюс у Макаки там есть таланты, которые добавляют армору очень много. И Макаку тоже в арене не убить, если мы говорим про драку 5 на 5. То есть не сказать, что фантомка здесь просто изи вырезает любого персонажа. То есть у Сикрет в принципе уже такие герои, которые в принципе более-менее устойчивы. Пока это вот вижу я так. То есть не сказать... Да, тут согласен с тобой. Тут еще такой нюанс, что Лешрак может быть даже не четверкой. Потому что Зай на нем тоже любит поигрывать. И тогда это Лешрак с артефактами. Очень часто Сикреты, используя Лешрака на сложной линии, доминируют линию. И после чего со слотами выходят. Венжи Фолл Спирит. Она несколько путает все, что мы тут придумали. Потому что она не похожа на мидовую вингу. Она больше похожа либо на саппорта. Да куда угодно, кроме мида. Вот так бы я даже сказал. А почему не мид? Потому что там будет стоять мидван. На Манки Кинге. Только из этих соображений. Процентов на 90. Но с другой стороны, Венжи Фолл Спирит вчера была у их соперников. И там Венжи Фолл Спирит с уровнем очень неплохо смотрится. Со слотами какими-то командными. Тоже здорово. Ну, Ва Инг вчера исполнял на Венжи Фолл Спирит в центре. Но это опять-таки макшен и вейв. То есть, ну, Венгей, если и занимать скор позиции, то, наверное, все-таки это центр. Не очень нравится мне Венжи Фолл Спирит как керри, потому что эксплу делит саппортами и не добирается до очень быстрых раскачанных своих способностей. А это очень важно. Венжи Фолл Спирит нереально темповый герой, который хорош в early гейме, хорош в мид-гейме, но довольно слаб в late относительно других кор-героев. Джаггернаута забанил ликвиды. Верит в то, что действительно Венжи Фолл Спирит будет саппортом, что не хватает керри команде Secret к уроке. Опасения такие есть. Поэтому, да, вот действительно, пока такие персонажи, Лишака, Баддон, Венжи Фолл Спирит могут пойти куда угодно. Просто куда угодно. Не предугадаешь. Да и Манки Кинг тоже, как ты подметил, может и обзор на четверке на нем скатать запросто. Банится Darkseer, намекая, что ликвидам не хватает героя в сложную. Ну, который бы постоял, так я понимаю, с Undying, например. Ну, или с Титаном, собственно. Фантомку может оберегать как Титан, так и Undying на линии. Некорфа, скорее всего, в центр пойдет. Это Terrorblade. Против Титана. Секреты решили взять Terrorblade. Ой, не знаю. Выглядит очень опасно. Зачастую... Да мне всегда казалось, что Элдор Титан один из лучших героев против ТБ. У ТБ очень много белого армора. Очень много. И Титан все это дело снимает. Ну, тут Лишрак точно должен быть оффлейнером, потому что иначе некорфаса нечем будет вообще пробивать. Там одна физика остается. Без магического урона он будет выносить всех и вся. Его нужно как-то пытаться убивать рано. Сделать это благодаря Гошрауду может не получиться. И тогда этот некорфа просто задушит. Обеселантерлорд. Нет, все-таки саппорт. Тогда что у нас? Зай на Веншфул Спирит. Смотри, думаю, до последнего. Да, Зай в Веншфул Спирит в оффлейн. Окей. Вчера, по-моему, Венгажа тоже была, да, в оффлейне? В исполнении одной из команд. Джейшторм не пикали? А, нет, прошу прощения, не-не-не-не, не было там Венги в оффлейне у них. Такое чувство, что где-то я ее видел вчера, может быть, в других матчах. Вот я ее очень много вижу. Ну, не в оффлейне, конечно, а в качестве такого совершенно популярного героя. В Китае там на тир-2, тир-3 сцене берут этого персонажа в центр. Любят развлекаться этой Вингой. Но вчера, по-моему, в нашей группе был только один пик от команды Кин, от Ваинга. Да нет, два раза ее брали. И ставили ее в оффлейне, да. Кин играли и играл... А, Eleven играл там. Eleven играл, да, 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 да. Была-была. Вспомнил, вспомнил. А еще раз где? Второй раз в миде, в этой же серии. То есть два раза Кин брали. Все, точно помню, что Ваинга играл, да, а второй раз Eleven. Все верно. Ну вот здесь посмотрим, как Зайд играет на Avenger Full Spirit в сложной. Собственно, Мидван, Манкин Кинг в центре. Ниша Керит, Террор Блейд, Пупеи на Бадоне. Сыграет еще одну карту на пятерке. Ебзор, Лишак, четверка будет. Ну, команда Liquid примерно тоже все ясно. Да, Матомбе Мэн, Некрофос. Собственно, Миракл на Фантомке. Underlord, Майнд Контрол. Куроки, Суппорт, Андайинг. GH, четверка, Элдер Тайтан. Такие расклады на первую карту. Ну что ж, начнем просмотр. Узнаем, смогут ли, ну, наконец, Ликвиды побороть своего вот этого неприятного соперника в сезоне. Собственно, понятно, что ты вот уже отметил, что Сикреты обеспечили себе проход на The International. Они сейчас лидируют табличку DPC поинтов. Команда Liquid в этой же табличке занимает пока десятое место. Сами понимаете, десятое место довольно шаткое. У них там, по-моему, 525 поинтов всего. Собственно, надо зарабатывать баллы, надо выходить с первого места, получать хороший посев, но дальше, дальше, дальше по сетке. В общем, Ликвидам нужно обеспечить себе как-то проход на International. Чем скорее, тем лучше, естественно. Без Ликвидов International будет не International. Как без Ликвид? Как без этой команды? Согласен. Ну, я думаю, даже топ-4 в рамках мейджора им практически наверняка обеспечит попадание. Это огромное количество очков. Я не думаю, что будет много команд на оставшихся мейджорах, которые будут в топ попадать. То есть наверняка в топ-4 постоянно будут примерно 8 коллективов, которые там между собой будут очки делить. В том числе Secret, в том числе Virtus.pro. Которым эти очки не особо-то и нужны. Так, ну тут вышли, видим, Пупеи с Мидваном. Поднялись на Пригорок Смерть. Там встречают сразу три героя команды Ликвид. Но остановить было нечем. Там есть вот Нюки, есть Деспульс, например. Есть Фаершторм. Здорово. Даже Астрал Спирит есть. А вот Стана ни одного нет. И остановить соперника было невозможно. Ну, СДУ видели, кто как по линиям распределился. Да, и, собственно, мы видим, что ниша отправляется вниз. Вот у него 10 тех самых армора. Титан, конечно же, должен на этой линии так же находиться. Будет подкачивать в какой-то момент Нейджел Ордер и будет справляться с Террор Блейтом. Ну, особенно это будет заметно где-то в мидгейме, наверное, когда Джейдж получит хороший уровень. Так, ну и Ликвиды снизу отжимают две баунтируны. Сверху две будут забирать ребята из Сикрет. Тут все ровно. Без интриги, без сражений. Любопытно будет посмотреть, как Сикрет будет справляться со своими соперниками, когда у Ликвид появятся командные артефакты. У Ундерлорда, может быть, Некр себе что-то возьмет. Очень плотный такой пик, неприятный, который тяжело пробить. Будет там наверняка и Кримсон, и Пайп. Хотя Пайп здесь не особо, возможно, и нужен. Но Кримсон точно появится, какая-нибудь Мека. И Сикрет, возможно, без таких артефактов будут. Ликвид просто рано или поздно в мидгейме могут массой попробовать задавить, которую Сикрет банально не пробьют. Им понадобится чуть побольше времени, чтобы внушительный урон наносить. Ну да, то есть ставка на физику, ставка на то, что под вейв от Зая, под какую-то медальку, которую он, возможно, приобретет в будущем, там, Солар Крест, Террор Блейд и Манки Кинг смогут надавать с такого количества физического урона, что команда Ликвид не выдержит даже со своими, там, потенциальными бафами, аурами. То есть посмотрим, как раскачка. Особенно от линии очень много будет зависеть. Потому что, действительно, ранее собранные вот эти аурные артефакты для команды Ликвид, окажется, выигрывают любую драку. Но не так все просто. Не так все просто, потому что и Миркл тут начинают гонять на верхней линии, мы видим. Да, тут Ебзор, конечно, на Лишаке. В общем-то, не подпускает. Старается не подпускать крипом. Верхняя линия, я вообще бы сказал, у Сикрет посильнее будет на порядок. Там просто дизейблы, там два ранжевика против двух милишников. Они вот так вот Миркла будут по КД душить. Будь у Зая сейчас стан, фраг бы уже совершили 100%. Но и есть стан. Но Ебзора этого хватает. 1-0, Сикрет начинают подтверждать мои слова. Ну да, все просто. Вейв набрасываем первого уровня. Прокачки даже хватает. Сколько там армора? Минус 3. У Фантомки родного 5. Итого остается 2. То есть из руки хорошо пробиваем. Ебзор станами попадает тоже. Весьма кстати, да? Потому что разные Лишаки бывают. Бывает, станами попадают. Бывает, станами не попадают до покупки каких-нибудь Атосов. Или там сочетаний только своими тиммейтами. Эти станы хорошо летят в цель. Здесь Ебзор и так справлялся. Стан под стан. Очень просто. Нападение на Джейча. Есть Диаболик. Пробивает Джейча. Тому нужно будет бежать. Да, он уйдет. Но он без регена. Вынужден будет уйти на базу. И вообще не подойти к крипам здесь. Точно не погонять эту Венжи Фулл Спирит. Приходится Мираклу. Ну вот довольствоваться пока тем, что добивает даггером где-то крипов в какой-то степени. Ну хорошо добивает. Слушай, 9 на 2. При том, что постоянно пытаются его гонять, убивать. Этот крип стат еще более-менее приемлемый. Ну на то и она и фантомочка. Что если линия тяжелая, то стоим издалека. Кидаем Стивлинг Даггер и как-то фармим. Джейч, к слову, кстати, на базу не пошел. Сделал пул. Интересно, что Сикрет этот пул даже не попытались заблочить. То есть, видимо, их устраивает то, что Джейч может отводить. Ну, задача другая. Видимо, Сикрет просто Мираклы гонять. Так, этим и занимаются. Ну ладно, давайте посмотрим, что на других линиях. Мидван в центре. На Макаке 16 на 8. Некрфос 5 на 0. Пока Мидван так Матумба Мэна урезонил на этой линии. Крип стат у Матумбы прям очень-очень маленький. Мидван хорошо все делает. Заряжает свою Джингл Мастери. Бондл Страйк есть. Старается там дожить мисчифом. Деспульс, например. Ну, нормально. Молодец. Молодец. Руками тяжело Матумбе забирать крипов. У него меньше атаки. Он рейнджевик. Там не самая приятная анимация у Некра. Особенно против такого героя, как Манки Кинг. А Маной пока не запасешься. У него явно не хватает. Да и мы видим Деспульс в единичку пока лишь вкачан. Реген не самый большой. И Мидван гоняет Матумбу как хочет. Пока тотальная доминация на этой линии. Просто без шансов. Причем такие саппорты у команды Ликвид, которые не придут и не помогут. То есть, кем ты будешь зонить Манки Кинга? Андаингом или Титаном? Манки Кинг развернется скорее и первому, и второму, и третьему объяснит, что те были неправы. Поэтому да, тут вот в общем-то сам себе представлен на Тумбе Мэн без возможности как-то ему помочь. Кроки просто пешком перетянулся мимо центра на верхнюю линию. Решили организовать здесь таким образом триплу. Ну, в общем, приоритеты расставлены. Задача помочь Миракл фармить. Миракл с этой задачей пока справляется. Ну и собственно втроем здесь, конечно же, будет попроще против двоих, нежели вдвоем против двоих. Ну вот, пошли Дикеи. Ну, чтобы Ебзор далеко не выбегал там, да, под вышку. Правда, сейчас Дикеи им не попали по Лешаку. Но попали по Венже по Спирит. У него тоже хп становится меньше. Тумбе Мэн находит тем временем Хейст. Возвращается в центр. Ну, 9-0 все еще. Макак 25-16. Боже мой, что это за линия? Кромешный ад для Матумбе Мэна стоять здесь против Медвана. Не боится Медван этого Хейста. Просто идет в наглую. Заряжается в Джингу Мастере. Ну, если что, Бондл Страйк, он, конечно, готов. Главное иметь танка. Постоянно пополнять свой запас здоровья. В общем, Медван все прекрасно знает. Все прекрасно понимает. Линию пока свою выигрывает без каких-либо проблем. Что снизу? Давайте посмотрим. А, там сверху. Там сверху экшен. Дело в том, что Куроки сейчас погибают от руки обзора. И обзор фулловый. Крипов много. Можно не бояться ничего. Веншфолд Спирит отхиливается. И разворачивается. 2 в 3. И они совершают фраг. А снизу 2 руны. Не отдается Майн Контрол. Майн Контрол тут гонял. Да. Ну и Сикреты забирают здесь. Руны на топе. 3-1 на руна. 2, да. Забрал Ебзор. Снизу одну забрал Нишем. И одну забрал Майн Контрол. 3 на 1 получается. Ну и 2 фрага для команды Сикрит. Ну и пока линии выигрываются прям достаточно хорошо. Потому что Террор Блейд фармит беспроблемно. Центр мы с вами уже говорили. Там все в порядке у Медвана. На топе даже фраги. Вдвоем против Триплы получается делать. Правда сюда сейчас еще перетянулся Пупей после респауна. И Джейч немножко погоняли. Но не убили. Собственно давление от команды Сикрит чувствуется. Давление хорошее. Ну и Нишу здесь Майн Контрол пока не в состоянии как-то напрячь. Ниша прекрасно также крипов добивает. По кулдауну использует метаморфозу. Майн Контрол в принципе тоже не должен жаловаться. Потому что все хорошо. Но хорошо-то пока только на одной линии. Прям совсем хорошо. Но остальных явно не самым лучшим образом дела идут. Пупей перетянулся наверх. Гоняет к уроке. У него есть там баун. Пока ее не ставит. Возможно сейчас попробует. Миркл правда далеко нет. В атаку не пойдут. И значит там ставить нет никакого смысла. Вот опять вроде Ебзора пробили. Тут же Пупей просто накидывает на него сейвы. И стики у него еще были. То есть видит это прекрасно ликвит. Вроде были шаг. Герой такой мягкий, тонкий. И вроде сносит ему там целых половину здоровья. С каких-то парочкой непрокаченных нюков. И эта же половина здоровья моментально возобновляется. Собственно за счет Абаддона. Поэтому да. Пробивать сложно. Нужно всегда рассчитывать свой запас дэмэджа. Хватит или не хватит. Пробить Абаддоновские щиты. Пробить его мисткойлы. В этот раз решили к ликвиду дальше не продолжать и не давить. Ну главное, чтобы Миракл крипов бил. 35 на 2 пока. У Винги на этой линии крипов меньше. Ненамного. Ненамного. Да. По Вингающим, помню, фраг сделали на Фантомке. То есть у Винги и на Творс в итоге все равно суммарный побольше будет. Ну самое главное, что Миракл держится. То есть не так уж прям сильно он и страдает. Страдает скорее больше его суппорты. Которые вынуждены всегда держать ухо востро. Понимает, чем будет заниматься соперник. Вот опять Куроки может подставить сейчас. Куроки мало здоровья. Солрит не успел дать. Из прокаста погибает. Вышел. Ну с недостаточным количеством хп. Чтобы пережить такое. Еще одно убийство в копилку. Сикрет 3.0. И бесконечно заряжает стики здесь Миракл. То есть вообще себе ни в чем герои Сикрет не отказывают. И Пупей закидывает нон-стоп. Вот он прожимает стики. И снова готов хилить. Накидывать щиты. То же самое можно сказать про Лешрака. Практически всегда там на фуллмане передвигаются. Очень комфортный лайн получается за счет этого. И там ведь еще и Дикей нужно спамить постоянно. Это опять же стики. Это тоже в какой-то степени позволяет комфортно Сикрет стоять. Так, мы видим, что... Сапылики не произошли. Да, Манки Кинг ушел вниз. ТБ ушел в лес. И Лешрак в этот момент не самого сильного Некра. Попробуют, возможно, даже переиграть в миде. Таким образом, или Шрак здесь какие-то деньги получит. И уровень, что самое важное. И все остальные герои. Оставшиеся два кора также будут фармить. А сверху линия не просядет. Очень классное решение от Сикрет. Да, вот они пользуются, пользуются этими моментами. Понимают, что ТБ там с рейсбендами уже очень быстро будет фармить леса. И, возможно, даже больше денег иметь, чем с линией. Поэтому линия одна освобождается. Занимает Мидван с центра вниз уходит. Просто потому, что против милишника он хорошо стоит, андерлорда. Но в центре действительно, как ты подметил, стоит Лешрак. То есть каждый герой получает свои деньги со всей карты. То есть деньги все время. Прирост идет у каждого персонажа. Никто не просаживается. И вот видим, Мидван находит майн-контролла. Заряжает Джингу Мастер. Майн-контролл вынужден отступать. Прогнал его Мидван. Продолжит дальше фрифармить. Все круто пока. И действительно, Сикрет действует грамотно. Просто очень грамотно. Но из-за проигранных линий Ликвидом приходится также стоять на этих самых линиях. Собственно, сейчас стало чуть попроще на топе. Потому что все-таки нет репла. Два героя осталось. И Миракл побольше, возможно, будет фармить. Но картины общей, конечно, это не меняет. Все равно Сикрет пока лучше действует. Небольшие стаки. Тут вывод крипов. Ставится Том Стон. Пошли ДиКи. Мало ХП у Джейча с Ол Рипом подригенили. Зай разворачивается пробить Том Стон. Попей делает то же самое. Том Стон не пробивается пока. Сейчас, по-моему, ошибся. Не смог с Донайтера. Мидван здесь. Бондл Страйк спрыгнет. Скорее всего, там Стом. И Мидван попадает под Стом. Но тут же проснулся. Добирает Андерлорда. Убивает Миракла. Делает минус 2. Тут же свап. Коса полетела. Коса не добивает Зай. Зай пытается уйти. Все-таки добил Куроки своим ДиКи. И Мидван сделает, возможно, третье убийство. Пытается ТП тут же организовать Матумба Мэн. Светок телепортации дочитывает. Сбить Пупею и Манки Кинку было нечем. Бондл Страйк еще, видимо, не перезарядился. Выигранная драка для Сикрет. И очень много денег, заработанных Мидваном. С этого перемещения. Там Ябзор сражается в миде против двоих. Может убить сейчас Матумба Мэна, который Гош Раут, по-моему, прожал. И дальше нападение на АДЖ. Еще минус 2. Куроки рискует. Сумасшедший урон у Мидвана. И Мидван передвигается побыстрее. Нет, не пойдет до конца. Да и так хватит. Вышку параллельно заберут. Очень много киллов в последние минуты для Сикрет. И огромное количество денег. За ту драку они получили почти 1200. Разменявшись 2 в 4. Да, потеряли, получается, саппорты пятые позиции. Потеряли оффлейнера. Но убили суммарно. Да, мы видим тут четверых. Жесть, конечно. Просто жесть. Ну, хорошо. Есть положительное для команды Ликвид. Снизу вышка упала. Кто ее смог добить? Башню забрал Майнд Контрол под шумок. Ладно, хотя бы он деньги какие-то получил. Он, собственно, и держится пока в топ-3 по Нетворсу. Да, единственная, собственно, из своей команды. Дальше Фантомка там вообще шестая. Матумба Мэн седьмой в общем зачете. Очень слабый Нетворс. Очень слабый лейнинг у него получился. Пока 2-0 талисмана. Краун больше ничем похвастаться не может. Медван уже занимает чужой лес. Поставил Вард. Здесь, правда, Вард также поставил GH. Он все прекрасно видит. Ну и постараются Ликвид и, возможно, защитить и ради новишку по верхней линии. Матумба Мэн уже тут. Сюда ТП делает еще и Ебзор. Который тоже здорово подкачался. Вейл уже есть у Ебзора на спорте четверке. Свап сейвит Абадона. Зайд кидывается станом. На развороте бейв. Стан для шака неудачный. Пока на этом все. Небольшое столкновение. Подтягивается к уроке. Так, ну тут по идее 4 на 4. А нет, Медван то уходит, то разворачивается. Нам, наверное, надо помочь. Еще один свап. Пупей подставляется. Есть у него уже ультимейт. Активируется. Ну и Пупеи после ультимейта должны будут пробить. Коса залетает от Матумба Мэна. Ну наконец Матумба Мэн начал убивать. Первый фраг для него в этой игре. В 12-й минуте. И всего 3 фрага у команды суммарно. 5000 уже ведут секрет. У них все это время продолжали фармить Медван. И ниша, естественно. Ниша, вон смотри, что с Мираклом вытворяет. Господи, тут последний удар нужно нанести буквально. Есть блюр? И все? И все? И все. Все, ГГ. Приехали. Террорбейт приходит и бывает фантомку. И крипы были очень далеко. Там линкануться даже как-то не получалось на них. Да. Элементарно все получилось. И вот это совсем неприятно. Когда твой кэри умирает против вражеского кэри. Соло. Когда тебе никто не мешал. То фармить-то некому в эти минуты. А у Секрет герои продолжают этим заниматься. И преимущество еще сильнее возросло. И сейчас этот ТБ еще и Т1 может попробовать снести. Правда возвращает. Так, Миракл. ТП сделал наш рейд. Нет, остался. В лесу. Ну, летит сюда Майнд Контрол. Ну, хорошо. Допустим, отобьется. Но это очень страшно, на самом деле. Когда вот ликвиды вчетвером на топе пытаются драться только для того, чтобы их кэри, да, вот эта система 4 плюс 1, чтобы их кэри получил денег, купил себе свой БФ, выиграл игру, вражеский кэри приходит и вашего кэри в соло убивает. Вообще без проблем. Террор Блейд, у которого даже стана нет и замедления нет. Да, это действительно жесть. В центре Мидман развлекается с Матумбоменом. Прогоняет его в Тир 2. Здесь вынужден Титан телепортироваться на всякий случай на поддержку. Готовы барабаны тем временем у Зая со сложной линии. Ну, вот хорошо. На команду появляются первые хорошие артефакты. Почему нет? Собственно, да, 6 тысяч, 9-3. Пока тотальнейшая доминация команды Сикрет в первой карте. Не знаю, ну тут только Фантомка, если спасет. Вот если Фантомка под Титаном, под его Natural Order, который он впоследствии вкачает, если Миракл сотворит чудо, то только так, наверное. Других как-то выходов я вообще не вижу. Ситуация Мидман тем временем на топе. Раскастовывает в окон команд. GH Бондл Страйк. Залетает Мист Коилл. GH пережил. Зато не переживет здесь Куроки, да. Скорее всего он погибнет. Мидман еще и Тамбу оставил. Это деньги. Правда коса отличная в Зая. И Зай отправляется также отдыхать. Матумба против Мидвана. И против Ябзора. Нужно бежать. Маны совсем нет. Есть 13 стиков. Попробует пожить какое-то время. Гушраут имеется. Нажимает его. И очень вовремя здесь Майн Контрол оказался. И убивает. Ведь сумели убить Мидвана. Теперь убьют еще и Ябзора. И вот это отличная ответка от Ликвид. Чуть ли не первое их действительно крутое действие на этой карте. Которое заканчивается сразу тремя убийствами. Два из них на Корах. Матумба Мэн отомстил за все эти обиды на стадии Ленинга. Отличная драка для него. 2300 демэджа на нее заработал. Очень много денег. В его-то ситуации. И отыгрывает около 2000 сейчас Ликвид. Да, хороший мув. Ну, не знаю. Как-то Сикреты, видимо, недооценили возможности Некрофоса. То, что он так долго может жить. Постоянно давать какие-то деспульсы. Гошрауды и так далее. Коса хорошая залетела. Но вот теперь будут знать. Теперь будут иметь в виду. И Некрофос сразу на четвертую строчку по надворцу поднялся. Хотя недавно мы их смотрели. Он был даже хуже, чем саппорт. Так. Под 15 минуту выход на баунти руны. Тут же рефлекшн используется. Сва пошел. Пытается Андерлорда зафокусить. Он уже с Доминатором. Ну и Томсток, конечно, поломали. Ниша использует свой ультимейт на Майнд Контрол. Тут просто оттягивается вейв спину. Ебзор пошел убивать двоих. Пытается прожечь Матумба Мэна. Может быть, и не получится даже. Но он слишком далеко забежал. Тиммейтов рядом нет. Просто погибает. Мы видим Ебзор. Еще один слаб на Джейче. Отставший персонаж на отходе от команды Ликвид. Тоже отправится в таверну. Скорее всего, один в один. Ну и Мат Контрол кастует свой ультимейт и увозит. Увозит до не всех Матумба. Нет, все-таки уйдет. Ну, на безопасное расстояние было, да. Есть у него уже рот Фатос после той выигранной драки. Опять неплохо для команды Ликвид. Вот так вырвались. Сколько, не интересно, баунти-рун собрали? О, так это четыре баунти-руны. Это четыре баунти, размен один в один. Круто, Ликвид. Молодцы. Реабилитируются. Прямо на глазах. Ну и сразу пол преимущества отыграли. Было шесть, осталось три. Правда, сейчас могут потерять Матумбу. Хотя Куроки рядом, Мэн Контрол рядом. И Мидван один в три просто прыгает. А где помощь? Помощи нет, кроме Пупея. Пупей, конечно, попробует спасать его какое-то время. Но этого не хватит, явно. И Пупей также отправится в таверну. Еще минус два. Совсем наглый прыжок от Мидвана, за который его моментально наказывают. Да, причем он... Когда-то он прыгал, он видел только одного Матумба Мэн. Он думал, это легкий фраг на Некрофосе. А когда уже анимация прыжка пошла, он увидел, что там три героя. И очень ему этот собственный прыжок наверняка не понравился. Да, подставляются, подставляются. Сикреты очень такие серьезные, дорогостоящие подарки отдают сопернику. Даже не на праздник, а просто так. Ну и это полноценный камбэк, друзья. Все, преимущества команды Сикреты не остается. Ликвиды забирают еще одну вышку. И от того веселого старта Зайи, Макаки, ничего, собственно, радужного и не осталось. Они пятые и шестые по Нетворсу. Да, Тирорлбейд все еще топ-1, да, с хорошим отрывом. Потому что Ниша не фидит, Ниша продолжает фармить, что и должен делать Керри. Но его тиммейты по сравнению с соперником ослаблены. Как они просели-то по Нетворсам. Мы помним, 4 героя было в топ-5 у Сикреты. Лишь мейн-контрол там между ними где-то находился. А сейчас вот вторая, третья, четвертая позиции сразу. И очень много денег теряет Мидван. В последнее время он погибать стал. Он тратит время на то, чтобы пытаться убить и на то, что сидит в таверне. И не фармит все это время. А зато... Сейчас ушел в лес. Зато фармит Миракл. Он потихоньку, понемногу. Команда хорошо реабилитировалась. Сам он купил себе демонедж, купил рецепт на БФ, кольцо. Скоро на второе кольцо ему хватит. Ну и купит себе БФ, там, минута 18. Нормально. Дальше фармим Дизоль, БКБ. Стандартный джентльменский набор на Фантомку. И наглый мув от Сикрет. Заходят на Рошана. Это Титана под Остров Спиритом. И все знают об этом. Да? Неужели просто все равно Сикрет и будут пить? Пупенец. Пупенец. В центре. Атака. Матубо Мэна свапают. Станчик пошел. Есть вейв. Пытается нишу быстро разломать. Бондл Страйк. Жить. Матубо Мэн. Гошаут. Успевает нажать. Отличный ответ. Забирает Фантомку. Спирит коса в мидвано. Накрывает тоже. Минус 2 ниша. Рефлекшн. Все еще пытается драться. Накрывает Матубо Мэна. Не добивает. Его катит. Отличный Сандер в Миракла. Который прыгнул. Таким Миракла ошибается. И отправляется в таверну. Но ниша один против всех. И еще сбивает ТП Матубо Мэна. Ебзор это делает. Увидел соперника. Здесь почувствовал. Дал станчик. Шикарно. Но все-таки удалось исправить изначально плохую драку для команды Сикрет. Казалось бы провал. В меньшинстве ее изначально начали. Да. Оказалось, что все будет плохо после того, как Матумбу не добили. То есть одну из самых сложных целей выбрали для атаки. У него в Лайтмейл уже есть приличное количество брони. Там 18 единиц. И он нажимает Грош Раут. Выигрывает время. Дальше драку начинает выигрывать. Уже Ликвид. Но, как обычно, Сандер. Сандер есть. Сандер всегда может перевернуть файт. Будь там Пупей с самого начала. Интересно, что бы было в таком случае. Какой-нибудь Мист Койл бы прилетел в Некра. Пару раз. Ну, не хватило дамажа. Ну, вот опять недооценка Некрофоса. И недооценка Некрофоса, она понятна, откуда исходит. Когда Мидван там сообщает в своей команде, что Некрофос уничтожен как персонаж в центре. Что он уже не мидер, а саппорт. Вся команда идет там с ним сражаться на топе, да, где они подарили ему Атос сразу же. После этого они пытаются опять его убить, а он уже с плейтмейлом. И то есть с каждым разом Атомбомен крепчает, крепчает, его продолжают бить. Вот его бьют, а он действительно крепчает просто. И очень много дамажа в себя впитывает, как и должен делать Некрофос. И на развороте выдает неплохой дамаж в ответ. Сейчас, да, если бы не прыжок в Фантомке, скорее всего, Ликвид бы, конечно, драку выиграли. Но Миракл перестарался. Думал, что он сейчас просто лопнет этого Террор Блейда. Урона не хватило. Сандер был весьма хорош. Пупей ловит тем временем. Афотик Шилд на себя. Убегаем. Аджейч рядышком. Тут же Майнд Контрол. Эхо Стом. Пей держит. Пупей включает ультимейт и убегает. А в центре ниже тем временем. Не в центре, прошу прощения. Где-то вот здесь, в общем-то. Там еще снизу Миракла могут убить. А вот это плохо. Матумба пришел с телепорта. Есть Ротофотос. Сцепляет Ебзора. Правда, Мидван уже готов был спасать. И двух героев теряют Ликвид на ровном месте. Но это, кстати, шанс для Сикрит Рошана забрать. 30 секунд у них есть на это. У них есть минус армор. И именно этим они и занимаются. Да, тут и Блайт Стоун. Соответственно, и Вейв Макшиной. Рошана в такой ситуации убивать, конечно, попроще будет. Но и Ликвиды, кажется, не готовы. Ну да, против. В отсутствии Фантомки ты, наверное, не хочешь идти драться на Рошане. Скорее всего. Плюс Мидван тут бегает в инвизи. Дает очень много информации. Видит Майнд Контрол. Здесь GH. Но, может быть, их зацепить. Ну, такой вуконг-команд, который, в общем-то, ограждает Майнд Контрол от его тиммейтов. Одновременно GH пытается забрать. GH мало здоровья. Остается Мидвану до конца. Фотикшин скоро лопнуть. По идее должен. А кто спасет Майнд Контрол? Майнд Контрол спасать некому. Мирикл сюда пришел. Слифлингдаггер. Надо отпрыгивать. Отпрыгивает Мидван. Понимает, что там вся команда. Ну и здорово. Забрали Рошана. Майнд Контролу сорвали стрик. А Егис достается товарищу Ниши. Качели какие-то в этой игре. Сикреты сперва доминируют. Потом каким-то неловким образом отдают все свое преимущество. И вновь это преимущество себе возвращают. Том Стоун ставится на зайти. Времени нападения. Ответный Атос. Это уже от Ебзора. Под Вейлом. Начинает прожигать. Куроки очень больно. Есть Клак, который позволяет ему пожить какое-то время против магического каста. Ну и за счет этого, наверное, все-таки он и спасается. Матом Бомен помогает Деспульсу ему выжить. Здесь никого убить не удалось. И сейчас Сикреты будут вышки собирать активно. Пока есть время. Т2 на топе упадет. Но Мид пока бросили. Что там по артефактам? Не хватает. Из того, что появится очень скоро. А я в Скаде. УТБ. Да, побольше статов. И пайп у Винги сейчас будет. На команду. Тоже неплохо. Миракл, а тем временем БФ. Ну что, дальше. Все-таки в БКБ, наверное, пораньше. Да, и Дезольвит тоже очень хочется купить, конечно. Есть ли время на покупку Дезолятора? Вот в чем вопрос. Наверное, БКБ будет важнее. Потому что за стан Бенжевол Спирит умрет. За стан Лешрака умрет. Да и Сандер тебя не даст с Рорбейт. Если ты будешь БКБ. Тоже важно. В последнем давлении они такие. БКБшку вынуждают тебя приобретать как можно раньше при игре против Террор Блейда. Миракл это понимает. Ну посмотрим. Да, Митрилхаммер куплен. Опять-таки, если вдруг внезапно какая-то шальная выигранная драка, если Сикрет и подставится, он может купить и Дезоль. И дальше сразу БКБ фармить. Если все-таки таких подстав не будет, то, конечно, хочется купить Блокинг Барр. Так, надежнее будет. Так, в разы надежнее. Ладно, смотрим. Пока 4000. Это не бог весть. Что для команды Сикрет все еще первый по Нетворцу и с большим отрывом. Это ниша на Террор Блейде. Но его команда все-таки по фарму от героев Ликвид отстает. Ну, я имею ввиду и Макака, да, соответственно, и Венжевол Спирит. Потому что не так слабы Ликвиды. Не так слабы. Молнии появляются тем временем у Медвана после Сабли на топе. Видят GH. Видят Ли. Да, видели GH. GH убегает под Тер-3. Ну, не хотят Ликвиды драться за вышку. Это понятно. У противника Егис, у противника мега перекачанный Террор Блейд. Драться с таким себе дороже. Пока, во всяком случае, пока у нее две жизни. Но все-таки вышел GH, получает сразу свап. И погибает на родном месте. Слушает заход на хайграунд прямо сейчас. Форма есть. Скорее всего, байбека нет. Ой-ой-ой. Ошибка Титана. Может привести к потере линии. А то... Свапнуть не края можно какого-нибудь. Но стоит ли, если можно просто вышку ломать? Пусть сами Ликвиды решают вопрос с нишей. Свап, пошел. Матума Мэна пытается все-таки взять. Гошаут. Есть танк. И Шака залетает. Хило очень много от андайинга ставит. Томстон. Томстон разбивается. Есть коса. А, но там Афотик Шилд на нишу. Тут же используется андер на андерлорда. Что-то не мешался. Матума Мэн все-таки под фокусом остается. Его убивают. У нее есть байбек. Падает Куроки. Майнконтрола тоже убивает. Он без байбека. Но может выкупиться, конечно, Матума Мэн. Но ей все равно будет трое. Это будет численное меньшинство. Сикреты никого не потеряли. Что самое главное, ниша под формой. С Аегисом все еще остается в живых. Центр пломать не могут. Это машина какая-то. И Куроки пишет ГГ. Как же легко получилось все у Сикреты. Драка была просто безнадежной для Ликвид сейчас. И... Ну, я просто поражаюсь, как эта команда играет. Кто бы мог подумать, да, что Ликвид так быстро сдадутся. Что, в принципе, не дадут боя практически. Вот был один момент, да? Один момент камбэка. Когда Сикреты... В какой-то степени сами позволили этот камбэк совершить. Там с 6 тысяч до 1000 преимущества упало. Но потом непонятные смерти. После чего Рошана. А дальше все понакатанное. Все легко и просто получается у Сикреты. Ну, просто браво. Ну, да. Это из разряда мы можем умирать, давать преимущества. Неважно. Мы главное сделали, что в этой игре. Мы позволили Террор Бейду фрифармить в нужное ему время. Ну, 342 убитых крипа. Пожалуйста. Посмотрите, у Миракла 192. Миракл к той самой драке снизу. Он даже не успел купить себе БКП. Элементарно денег не было. Не хватило. Поэтому для ниши это выглядело как... Ну, окей, я иду в легкую линию. Мне ее помогают выиграть. Собственно, помогает Пупей. Пупей перетягивается на топ. Я продолжаю фармить. С тремя рейсбендами ухожу в лес. Чищу леса. Покупаю себе там нужные айтемы. Манту, Драгон Лэнс. Купил Скади, закончил игру. Изи. Вот просто реально изи для ниши. А то, что там команда его дралась. Команда Ликвид там камбэкала, не камбэкала. Пострадал Матумба Мэн и так далее. Нишу это мало волновало. В один момент просто, да, с забранным Аегисом. Ну, его не пробили. Ему ничего не смогли сделать. Ну, так. Сикреты действовали, судя по всему, с большим запасом. Молодцы Сикреты. 1-0. И не знаю. Что-то мне подсказывает, что... Ликвид так и не смогут сегодня Сикретов одолеть. Это тенденция, что Сикреты выиграют в этом сезоне у Ликвид. Постоянно она будет продолжаться. Конечно, хочется пожелать команде Ликвид удачи. Особенно нам, потому что смотреть в группе все матчи 2-0, это не очень интересно. Да, от этой встречи ждешь гораздо большего. Хочется, ну, чтобы сейчас Сикрет... Ну, не то чтобы подались, знаешь. Ну, как-то были... Играли более расслабленно, что ли. Чтобы мы увидели три карты. Ну, или хочется бой не увидеть. Если уж 2-0, то чтобы это было с боем. Час, а то и побольше. Чтобы мы реально сказали, что Ликвид где-то немного не повезло. Но пока разницы между вчерашним соперником конкретно для команды Сикрет и сегодняшним никакой. Они просто катком проходятся по всем. Даже 25 минут не продержались. Получается, что так. К уроке нужно поднять мораль своей команде. Вы, друзья, можете поднять чит за безлимит. Болейте за свои любимые команды самым быстрым мобильным интернетом. Не забывайте, что спонсор нашей трансляции фирмы Какгоцелл. Мы увидимся с вами уже на карте под номером 2. Вернемся с драфтами. Далеко не уходите.